сегодня большая насыщенная программа я буду много говорить мы с вами сегодня продолжаем разговор в первую очередь про размерные характеристики атома в кристаллическом состоянии на прошлой лекции мы с вами выяснили что существует огромное многообразие систем которые оценивают размеры атомов и ионов в кристалле мы разобрали откуда взялась система атомных радиусов система связанных с ней ковалентных металлических радиусов а также разобрали принципы по которым осуществлялся вывод основных систем ионных радиусов на основании критерия ланды с принципа полинга принципа гольчмита выяснили что все эти системы очень хорошо коррелируют между собой все это вывелось в систему ионных радиусов которая в сильно упрощенном виде присутствует вот здесь мы не разобрали с вами некоторые системы которые мы должны сегодня разобрать а именно система вандервальцевских радиусов 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 атомов не связывающих контактов система кристаллических радиусов если атомы в кристалле непосредственно с друг другом контактируют на не связаны валентными связями а притягиваются только остаточными силами вандервальца про природу этих сил мы тоже будем говорить подробнее сейчас лишь отмечу что они бывают разных сортов там есть дисперсионные силы и диполь дипольные взаимодействия и так далее это силы достаточно быстро бывает с расстоянием но в том случае если атомы вот контактируют с друг другом но не связаны валентными взаимодействиями то это межатомное расстояние будет определяться именно вандервальцевыми радиусами поскольку контактирующий таким образом атомы между собой уже обладают заполненными оболочками за счет других связей то не трудно предположить что вандервальцев радиус должен быть близок по своей величине к соответствующему ионному радиусу ну и действительно так они близки к особенно то что касается атомов электроотрицательных такие как а не он его 2 минус с 2 минус p 3 минус и так далее и важно отметить что радиус замыкающего период инертного газа как бы задает тот предел к которому стремятся вандервальцевы радиусы они измерены как вы понимаете не для всех элементов периодической системе а так только для тех случаев где есть вот такие контакты не валентные вообще давайте подумаем есть ли есть ли кристаллы где силы сцепления обеспечиваются только вандервальцевыми силами ну как тебе сказать а в молекуле йод 2 там что ну правильно есть но внутри молекулы присутствует как бы сильное эквивалентное взаимодействие и когда мы с вами будем рассматривать эквивалентную связь выясним что количество соседей в таких существенно эквивалентных структурах определяется замечательным правилом ему розыря для простых веществ который является простейшим правилом актета но об этом чуть позже то есть йод не годится там не только вандервальцевые силы действуют совершенно значит в чистом виде у нас кристаллы образуются только за счет вандервальцевых сил это инертные газы которые устойчивы при достаточно низких температурах в твердом состоянии а вот давайте еще такой вопрос задим вам а есть ли кристаллы где нет вандервальцевых взаимодействий можете привести примеры вот неожиданно тяжелый вопрос ну возьмем при алмаз есть ли там вандервальцевые силы вот это неправильный ответ как бы вандервальцевые взаимодействия часто называются остаточными вот не только потому что они такие противные а потому что они остаются всегда когда вычесть все другие силы химического связывания дело в том что одно из составляющих вандервальцевых сил это дисперсионное взаимодействие дисперсионное взаимодействие возникают за счет синхронизации движения электронов соседних атомов электрон в одном атом в любой электроны несет какой заряд? отрицательный одноименные заряды что имеют обыкновение? отталкиваются совершенно верно поэтому например если мы рассмотрим какую-нибудь молекулу например гелий-2 у нее 4 электрона в молекуле два у одного атома два у другого оба находятся на 1С оболочке что делают два электрона которые находятся в одном атоме гелия и вращаются на 1С оболочке? они друг к другу относятся не очень уважительно друг друга не очень любят по простой причине что оба несут отрицательный заряд то есть они стремятся находиться максимально далеко друг от друга а что делают два других электрона в другом атоме гелия Они тоже друг друга не любят. Но если мы соединяем молекулу, то у нас возникает синхронизация движения электронов на соседних атомах. Если здесь вот эти электроны располагаются так, то эти стороны должны быть максимально далеко от этой пары. Вот так вот, да? И за счет того возникновения мгновенных диполей возникают слабые силы притяжения, ну и отталкивания. Но первый вклад – притяжение. Соответственно, остаточные дисперсионные силы действуют всегда во всех атомах и молекулах, которые находятся достаточно близко друг от друга. Они есть всегда, но когда у нас, например, алмаз, у нас сильное эквивалентное взаимодействие, мы эту слабую вандервальцевую добавку просто не видим. По той простой причине, что она составляет доли процента. Но говорить о том, что вандервальцевых сил где-то нет, нельзя. Они есть всегда, но чаще всего в качестве небольшой добавки. Но поскольку в явном виде они присутствуют только в кристаллах инертных газов, то не для всех, соответственно, химических соединений, не для всех элементов эти радиусы могут быть померены. И вот здесь приводится сводка тех элементов, для которых эти значения были получены достаточно достоверно. Первым этой проблемой озаботился Плайнус Полинг, естественно, куда же без него. Но в дальнейшем его системы дополнялись, уточнялись. Но, как видите, там десятка, два, может быть, три элемента обладают достаточно надежно определенной величиной вандервальцевых радиусов. А здесь они выражены в лангстремах. Уважаемые советские кристаллохимики Зефиров и Зорки. Петр Маркович Зорки достаточно долго возглавлял кафедру кристаллохимии на химическом факультете. Он был достаточно известным кристаллохимикой. Вот, значит, какой же… Если сравнить таблицы вандервальцевских ионных радиусов, можно увидеть следующие особенности. Действительно, они достаточно близки к ионным радиусам. И если у вас нет надежных данных по вандервальцевым радиусам, вы можете, ну, с достаточно хорошим приближением использовать ионную величину. И для чего нам нужна эта система? Для чем вообще нужны вандервальцевые радиусы? Они позволяют оценить размеры достаточно адекватно и с хорошим приближением оценить размеры и форму полостей в конечной кристаллической структуре, куда может что-то внедряться. Например, какие-то молекулы. Наиболее распространенные, например, направленные молекулярные ситы у нас являются циолиты. Циолиты – это система, достаточно большая группа каркасных силикатов. Силикаты, вы знаете, что это такое, да? Это соединения, построенные в качестве основного строительного элемента, у них СИО-4-тетраэдер, который имеет возможность полимеризоваться исключительно вершинами. И иногда они образуют трехмерные постройки, то есть каркасные силикаты. Но вот здесь есть каналы, образующие достаточно большие полости. Например, в этом природном циолите, который называется шибозит, это минерал, есть, видим, и четырехчленные кольца, есть и восьмичленные кольца. И в принципе существует определенная зависимость между членностью кремниекислородного кольца и диаметром молекулы или молекулярной группировки, которая может сквозь этот канал пройти. Поэтому, осуществляя направленный синтез таких веществ, мы можем сделать молекулярные ситы на определенные вещества. То есть можем сделать соединение, где, например, молекулы одного размера будут спокойно проходить, а другого размера будут удерживаться эта молекулярная ситочка. Это полезная вещь и очень востребовано, например, активно использовалось при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Летал специальный вертолет и сыпал специальный порошок циолита, который позволял все эти неправильные элементы, которые вырвались на свободу, так или иначе попытаться локализовать. Для этого нужно хотя бы иметь представление, что вывалилось, про их размеры и что сыпать. Поэтому вещь-то, в общем, достаточно важная. Ну, ладно, давайте перейдем к еще более экзотической теме, которую не все знают, что такая система есть. Это радиусы атомов в несвязывающих контактах. В чем здесь дело и для чего это нам нужно? Пытаемся разобраться. Ионная модель строения кристаллического, неорганического кристалла концентрирует свое внимание, в первую очередь, конечно, на первых контактах разноименно заряженных частиц катиона и аниона. Возьмем, допустим, кристалл натрий-хлор. Кубическая трехслойная плотнейшая упаковка с заполнением чего там-то. Какого процента каких пустот. Ну, это фу, это фу, это надо знать наизусть. Вас должны разбудить ночью, вы должны знать, что это полностью заполненные теэдрические пустоты в трехслойной плотнейшей упаковке, которая образована, кстати, кем? Натрием или хлором? Конечно, хлором. А натрий занимает все теэдрические пустоты, что приводит к формуле МХ. Во вторую очередь, кто у нас контактит? У нас контактят между собой, конечно, крупные анионы. В данном случае хлор-хлор взаимодействие мы тоже не должны списывать со счетов. Оно отталкивающее, но электронные оболочки хлоров, они проникают друг к другу, вторых соседей. Но контакты между катионами вроде бы непосредственно должны отсутствовать. Они друг друга не видят. Они, конечно, чувствуют себя электростатически, но геометрически между собой контактить не могут, поскольку и тот, и другой атом хлора, ион, в данном случае, натрий плюс, они находятся в актеидрической пустоте и коронируются вторыми соседями, в данном случае хлорами. Но эта полезная абстракция имеет определенные границы применимости. Например, вот смотрите. У нас есть такое вещество, как цезий фтор. Цезий – очень крупный катион 1,74, фтор – меньше, хотя он анион по размерам. Значит, ну или, допустим, взять какой-нибудь барий-О. Барий-О. 1,36 – ну, считайте то же самое. То есть в данном случае здесь можно предположить, что, кстати, это изоструктурный натрий-хлор. Все вот эти оксиды, за исключением бериллио, что магнио, что кальцио, что стронсо, что барийо, они кристаллизуются в структурном типе натрий-хлор. Хотя только магнио, которое имеет минералогическое название, какое? Перекласс. Сейчас может быть адекватно описано на основании соотношения ионных радиусов, что магний действительно там помещается в плотнейшую упаковку из кислорода. Во всех остальных случаях катион крупнее, он эту плотнейшую упаковку нарушает и раздвигает. То есть в случае барий-О, они сопоставимы по размерам. То есть мы можем условно рассмотреть две плотнейшие кубические упаковки, образованные двумя подрешетками. Одна катионная, вторая анионная. Поскольку мы можем допустить правомочный контакт катиона между собой. Ну хорошо, ну и что? Еще более очевидная возможность контакта вторых катионных соседей между собой наблюдается в каких-то достаточно рыхлых структурах и молекулярных группировках, если структура у нас такая неплотно упакованная. Поэтому в свое время закономерно стал вопрос, не существует ли какая-то закономерность вот этих расстояний в тройках катион-анион-катион, где есть мостиковый анион, а катионы между собой являются вторыми соседними. Ну, давайте вернемся к силикатам. Насколько постоянное расстояние СС в соседних тетраэдрах? Чем они определяются? Естественно, они определяются первой коррекционной сферой расстоянием СО. Кстати, какое, например, в силикатах? Кто-нибудь помнит? Никто не помнит, но можно быстро сообразить, поглядя на эту таблицу. Потому что межатомное расстояние в первом приближении определяется как сумма ионных радиусов. Кто обладает достаточным зрением, посмотрит С4+, 0,39, а кислород 1,36, то получится величина там... Ну, 2 не получится. 1,75. Это очень грубое приближение, потому что это упрощенная таблица. Значит, здесь великат Ч6, скорее всего, дано. Реально ионные радиусы кремния будут поменьше. Плюс электронные оболочки будут немножко вдавливаться между собой. Плюс разница электроотрицательности кремния и кислорода не такая велика, чтобы рассматривать СО взаимодействие исключительно как ионная связь со сферически симметричным атомом. А там будет некое искажение. Поэтому реально запомните расстояние СО в тетраэдре СО4 1,6, 1,62, 1,63. Вот так. Очень компактно. Хорошо, но у нас же не линейная молекула. А какой-то угол валентный существует. И вот оказывается, что расстояние СС в силикатах во второй координации очень стабильное. То есть это есть некая функция валентного угла, вот этого при мостиковом кислороде. И в принципе мы можем сказать, что она равняется удвоенному значению радиуса кремния в несвязывающем контакте металл. Металл. И такие вообще работы еще времена Брэга появились. Еще Брэг понял, что вот прям в тех же пероксенах, знаете, что такое на общей геологии, наверное, говорили. Что такое пероксены? Это цепочные силикаты в первую очередь для нас интересуют. С различной там членностью этой цепочки. Собственно говоря, пероксен С2О6 цепочка. Пероксеноид, там был станет С3О9 цепочка. Помним, говорили осенью. Надеюсь, не забыли еще. Вопрос, нельзя ли их выяснить с помощью системы такой специальный радиус. То есть тоже использовать простой принцип аддитивности, который переносится с одной структуры и с другой. Более того, если мы рассмотрим вот такую тройку, где Х и Х' – это атомы не обязательно одного химического элемента. Выясняется, что существует очень интересная аддитивная зависимость. Например, если мы знаем расстояние СС в силикате, половина этого расстояния – это несвязывающий радиус кремния. Если мы знаем расстояние бор О-бор, бор-бор, делим пополам, получаем значение несвязывающего радиуса бора, то в боросиликате С-бор, вторым соседнем контакте, мы получим именно то расстояние, равное сумме несвязывающего радиуса кремния и несвязывающего радиуса бора. То есть принцип аддитивности здесь будет работать для элементов с разной химической природой. И такая система имеет право на существование. А применимость к химическому анализе мы буквально через три слайда увидим. Ну вот одна из первых пионерских работ, концепция несвязывающих радиусов, началась с работы Бартеля примерно в 1968 году. Но вот Брек, я сказал, что заметил, что С-си расстояние 3,06 ангстрема постоянно, значит, несвязывающий радиус кремния равняется 1,53 ангстрема. Удвоенный радиус 3,06. Так вот, ну вот бор С-си тоже работает. Если проанализировать все эти значения, была создана целая система. И выяснилось, что наименьшими значениями несвязывающих радиусов обладают электроотрицательные элементы, такие как фтор, кислород, азот, атака типичные катионы, значительно крупнее по направлениям несвязывающих контактов. Другими словами, эта система, она ближе к атомным радиусам, чем к ионным. Ну вот, в данной таблице приведены несвязывающие радиусы относительно длин связи в кислородных соединениях. И вот мы видим, что, например, кремния. Ну вот, условная величина 1,64 ангстрем, хотя обычно меньше. 1,60, 1,62 расстояние кремниев к кислородной тетради. А вот несвязывающий радиус, который мы получили только что, поделив 3,06 пополам, равен 1,53 ангстрема. И отношение несвязывающего радиуса к расстоянию СО почти единица, 0,93. Видите, насколько кремний оказывается крупнее направления своего несвязывающего контакта. Давайте теперь подумаем, а что произойдет, если у нас вторые соседи катионные должны сблизиться на расстояние, превышающему их сильно меньше, чем удвоенное значение несвязывающего радиуса. По своему характеру эти контакты, безусловно, отталкивающие. Значит, должно возникнуть дополнительное напряжение. Такую ситуацию надо избегать. И это очень хорошо демонстрируется на примере кольцевых силикатах. Посмотрите внимательно. У нас оси какого порядка в кристаллографии разрешены? Я забыл. Сколько членностей колец вы знаете в силикатах? Ну, двухчленных колец не бывает, потому что два тетраида будут склеены по ребру. А трехчленные кольца разрешены. Четырехчленные кольца разрешены. Шестичленные кольца разрешены. Ну, было бы оси пятого порядка, были бы разрешены пятичленные кольца, но оси пятого порядка не очень приветствуется в кристаллографии, как мы знаем, за исключением этих всяких квазикристаллических новомодных вещей. Так вот, трехчленное кольцо. Очень маленький мостиковый угол, да, получается. К чему это приводит? Это приводит к тому, что возникает расстояние между соседними кремниями в соседних тетраидерах оказывается сильно меньше по своей величине, чем сумма вот этих несвязывающих радиусов. Возникает, структура становится плохо жить на свете. Как она с этим борется? Она борется только одним единственным способом. Для уменьшения этого эффекта она стремится увеличить расстояние первой координации. То есть СО расстояние в силикатах кольцевых с членностью кольца 3 аномально большая, там 1,65-1,66 ангстрема. Представляете, он вынужден даже удлинить свою первую связь. Ему так противно иметь связь СО 1,66, он хочет 1,62. А 4 сотых ангстрема для сил взаимодействия это много, потому что кремно-кислородный тетраид – это жутко устойчивый кирпич, который штампуется на заводе, из него сделают все дома. А здесь надо кирпич сделать другой по размерам, какой-то неликвидный. Почему? Потому что вот здесь возмущаются вторые соседи, говорят, ну, ребят, у нас радиус несвязывающих контакта 1,53. То есть мы хотим жить на расстоянии 3,06 ангстрема друг от друга, если мы два соседних кремня, а вы заставляете жить на расстоянии 2,90. Ну, какой уважающийся пара из двух кремниев это стерпит? И поэтому, если вы видите аномально длинное расстояние СИО, скорее всего, это уже неспроста. Скорее всего, вы находитесь в тройном кольцевом силикате. И действительно, вы знаете какой-нибудь тройной кольцевой силикат? Вообще их мало. Мы в курсе кристаллографии вам говорим, но говорим про 1. Он практически 1-то и есть. Это кто? Кто-нибудь помнит? А? В диалите. Ну, нет, это не в диалите. В диалите там все очень сложно. Помните, там хитрые кольца и совершенно не с членностью 3. А это у нас, сейчас скажу, кто. Бенетаид барититан Ситрио-9. Это тройной, это кольцевой силикат с трехчленным кольцом. И там расстояние всего на 0,02-0,03 ангстрема больше стандартного межатомного расстояния. И это приводит к чему? Что тройные кольца в силикатах встречаются исключительно редко. Потому что они противные с точки зрения кремния. Но под кремнием живет кто? Германия. Это прекрасный элемент. Он очень прекрасен, его очень любят. В чем его прекрасность? Он полный кристаллохимический аналог к кремния. Да? Только крупнее. Незначительно, но он крупнее. На 0,05 ангстрема примерно. Это приводит к далеко идущим последствиям. Это приводит к тому, что структуры германатов, изоструктурные силикаты, они являются их кристаллохимическими аналогами или модельными структурами по определению Гольшмита, с которыми значительно легче экспериментировать. Я уже вам говорил, что каждому структуру, например, сжимаем. Кто сжимается? Маленькие злые катионы, которые как грецкий орешек такой, либо воздушный шарик с водичкой наполненный, как бомбочка такая, которая хочет сбросить балкон, а которая представляет собой неон такой. Каперсидский код такой, это же сжать приятно, да? Ну, это в меньшей степени относится к фтору и хлору, но он прийдет, посмотрите, такое рыхлое, довольное создание с ионным радиусом 2,2 ангстрема. Это одно удовольствие же потискать и сжать, да? Значит, вопрос, чем структура сжимается, катионами либо анионами? Конечно, анионами. И вот, допустим, вы эту конструкцию катиона-неонной начинаете в гидравлическом прессе сжимать. У вас что происходит с катионом? Увеличивается ионный радиус либо уменьшается? Уменьшается, но чуть-чуть, да? Потому что он плохо сжимаемый. А анион сжимается сильно. Теперь давайте сообразим, а если в этом случае, как изменится отношение радиуса катиона к радиусу аниона? Оно останется постоянным, либо уменьшится, либо увеличится. Если у нас катион сжался еле-еле, анион сжался сильно. И у нас есть дробь, радиус катиона, деленный на радиус аниона. Что с ней произойдет? Увеличится. О, точно. А что это значит? Это же значит, что германат – это есть не что иное, как структура, соответствующая силиката при повышенном давлении. То есть можно с германатом ничего не делать, посмотреть, что у него за структура, искать такая будет структура, соответствующая силиката при высоком давлении. Теперь представьте себе. Закроем глаза, откроем глаза. Вы эксперты, допустим, Российского фонда фундаментальных исследований. И вот вам на экспертизу приходит проект. Примерно следующее содержание. Вы знаете, я вот очень хочу подавить СО2. Дайте мне, пожалуйста, 100 миллионов рублей. У меня лучше 100 миллионов рублей. Я куплю установку сверхвысокого давления. Буду давить СО2. Это жутко интересно. Вы должны написать резолюцию, чтобы сэкономить государственные деньги. Что вы напишите в ответ? Смысла ваших исследований нет никакого. Не надо расходовать бюджетные деньги. Возьмите структуру из-за структуры германат и успокойтесь. Увидите, что будет с вашим силикатом при высоком давлении. Правда здорово, да? Поэтому в этом отношении Германия является модельным атомом, с которым легче экспериментировать. Например, существует деморфизм Германия О2. Германия О2 является полным аналогом СО2, который имитирует высокое давление. И оказывается, что уже при стандартных условиях существуют такие условия, что мы можем синтезировать Германия О2 как в кристаллической структуре альфа-кварца, так в кристаллической структуре... Как вы считаете, кого мы можем синтезировать? Какие соединения МО2 вы знаете? Где координация отлично от 4, наверное, больше. Например, 6. Какие четырехвалентные элементы вы знаете с эхиометрией МО2? Циркон, извини меня, циркон и силу 4. Не позорься. Слово рутил вам что-нибудь говорит? Титана-2, конечно, структурный тип рутил. Извините меня, несколько сотен, почти тысяч неорганических соединений кристаллизуются в этой сихиометрии, потому что природа что? Природа исключительно ленивое существо. Поэтому что для каждого набора химических элементов, для каждого сочетания будет свой структурный тип, выдумывайте. Нет, конечно, нашло удачное решение. Вот на трехслойной плотнейшей упаковке всех таедрические пустоты заняты. 3600 соединений. Любой МХ в первую очередь проверяется так. Подойдешь жить с натрий-хлороструктурным типом? Куда же мне деваться, если соотношение размеров примерно соответствует. Так и здесь. Кремний попал в такую ситуацию, что в кислородном соединении с формулой СО2 должен жить при давлении, превышающем 250 километров. Не 250, а 230. Он говорит, ой, мне что-то тесно стало в тетраэдре кремне-кислородном жить. Я относительно больше стал. Кислорода сильно сжались. Он не помещается же в тетраэдрическую пустоту и сильно уменьшившился кислород. Что ему говорят там наверху? Что, структурный тип свой хочешь? Нет, конечно, посмотри, что Германия сделала при стандартных условиях. Рутил пошел, ну ты иди, вот теперь будешь стешовитом. Стешовит – это как бы СО2 со структурным типом рутила. Поэтому в этом отношении с Германией очень проще. Так вот, давайте вернемся к нашим несчастным тройным трехчленным кольцам. Если в кремниевом исполнении они являются экзотикой, то в германии в исполнении встречаются чаще. Почему? Потому что Германия крупнее. И там вот эти влияния этих несвязывающих радиусов не сильно, а не меньше, чем два несвязывающих радиуса Германии. Получается расстояние за счет увеличения его ионного радиуса. И поэтому, если мы сравним кристаллохимию Германа, то в четырехчленных колец там можно синтезировать побольше, трехчленных, извините, побольше, чем в силикатном исполнении. Видите, насколько интересное и неинтересное приложение. Поэтому вот такие примеры показывают, что вот концепция этих несвязывающих радиусов, она тоже бывает полезна при кристаллохимическом анализе. Но, как и в других случаях, правильное использование требует что? Аккуратности и понимания градиц применимости. Не надо системы несвязывающих радиусов всывать при анализе простых веществ. Ясно, что в полуметаллическом кремнии она вам не даст ничего полезного. Теперь самое вкусное, то, что касается размерных характеристик. Кристаллические радиусы и распределение электронной плотности. Смотрите, как интересная вещь. Я все системы красил синим цветом, а здесь почему-то красным покрасил. Как вы считаете, почему? Потому что это принципиально другая система. Если все системы размерных характеристик атомов и ионов кристаллов, про которые мы говорили до сих пор, носила теоретический либо какой-то эмпирический характер, то это чисто экспериментальные значения, полученные непосредственно из рентгеновского эксперимента. Давайте разбираться. С помощью, скажем так, обычного либо рутинного рентгеновского эксперимента мы получаем необходимую информацию для расшифровки кристаллической структуры. То есть анализируя набор интенсивности рентгеновских отложений, об этом специальные курсы будут существовать для тех, кто... Не для всех. Рентгенография будет для всех, а потом для кристаллографов будет рентгеновский структурный анализ, где вас познакомят со всем, что там существует. В итоге, обрабатывая так называемые структурные амплитуды, вы сможете локализовать позиции атомов в межъядерном пространстве, определить их координаты в долях элементарных ячеек x, y, z. Плюс параметры элементарной ячейки вы сможете определить в пространственную группу и так далее. То есть вы сможете построить модель кристаллической структуры, оценить межатомные расстояния, валентные углы и так далее. Но это любой рентгеновский эксперимент сделает. А если вы хотите пойти дальше и в каждом объеме, в каждой точке межъядерного пространства оценить значение функции электронной плотности, посмотреть плотность, вероятность нахождения всех электронов в этой точке пространства, это очень интересно. Вам требуется специальный рентгеновский эксперимент, который позволит вам нарисовать вот эти картины распределения электронной плотности, но для этого требуются повышенные методические требования. Сейчас у нас дифрактометры очень дорогие. Один из них находится в комнате 403. Можете как-нибудь постучаться, попросить, что вам его показали. На втором курсе вас туда сводят и так. Они лишены многих недостатков. Многие вещи делают, конечно, автоматически. Но вот когда я был в вашем возрасте, конечно, дифрактометры были немножко другие. Они, конечно, тоже были автоматические. Но, например, чтобы получить качественный набор, вам требовался обязательно сферический образец. Ну, допустим, кубический кристалл. У него многие отражения будут эквивалентны. Ну, 1, 1, 1 будет равно 1, 1 с минусом, 1 и так далее. И для повышения точности эксперимента нужно было снять по всей сфере обратного пространства. Для некоторых отражений было, допустим, 48 эквивалентов, которые надо было потом усерединить. А это дорогостоящая процедура. То есть у вас специально умный дифрактометр шел в определенную точку, там жуткая механика, там останавливался, включался рентгеновский луч, и там в течение 10 минут снималась интенсивность. Он потом интенсивность мерил и перемещался в другую точку. И таких точек у него было несколько тысяч. То есть съемка шла, шаманство какое-то в течение недели. Не дай бог, это время выключали свет, поэтому можно было все начинать сначала. Но при этом, чтобы от эквивалентов отражения были одинаковые, сообразец должен был сферической формы. А чтобы набор был высококачественный, возможно, быть высококачественный монокристалл, и не дай бог, там будут тяжелые атомы, значит, размер кристаллика должен быть соответствующим. Например, я снимал стану МО-2, чтобы получить кассетерит со структурным типом рутила, а олова имеет порядковый номер, к сожалению, 50. Это уже тяжелый атом. Там включаются релятивистские эффекты, аномальное рассеяние, но размер кристалла должен быть 1,1 мм диаметр. То есть нужно было приготовить монокристалл, не бозаичный, не блочный, с диаметром сферы 1,1 мм. То есть как бы как поперечная бритва. То есть под лупой там что-то смотришь, окатываешь на нулевой шкурочке медленно, чтобы он не стерся раньше времени. Потом надо наклеить на капилляр все это делать. Только после этого у вас есть шансы, что, может быть, вы же снимете что-то высококачественное. Вот и получите распределение электронной плотности. Так вот, что такое кристаллический радиус? Расстояние от ядра атома до минимума электронной плотности, которую можно померить в результате высококачественного рентгеновского эксперимента. Это радиус наилучшего разделения. А он же физический радиус, он же кристаллический радиус, он же радиус по линии связи, он же бондит радиа, либо связующий радиус. Это все синонимы. Это тот радиус, который вы получаете из анализа картины распределения электронной плотности непосредственно из рентгеновского эксперимента. Окей, выглядит это примерно вот так. Это кто имеет отношение к географическим картам, 3D изображение. Но здесь очень высокие пики. Вот здесь и находится атом кремния. Он на самом деле верхушка выше уходит. И здесь все, что поместилось в слайд, подрезано на высоте, по-моему, 15 электронно-кубических ангстрем. Ну выше там высокая гора такая, да? Что мы видим? Естественно, по этим пикам легко локализовать позиции атомов. Ну это, естественно, какое-то сечение двумерное, да, в каком-то кристаллографическом направлении сделано. А также мы, проведя линии связи между атомами, мы можем увидеть минимум электронной плотности по этой линии. И по этому минимуму можем оценить границы атомов. Это полная электронная плотность. Если мы проинтегрируем эту электронную плотность по всей элементарной чеке, мы получим какую величину? Ну, то количество электронов, которые содержат все ваши атомы в элементарной чеке. Они будут размазаны определенным образом. Вот. Значит, такая электронная плотность образует мощный максимум вокруг тех атомных позиций, где находятся ядра, да? И находится минимум, по которым можно оценить размерные характеристики атома. Так. Окей. Вот картинка двумерная уже. Я показывал трехмерные 3D изображения, а вот двухмерные. Вот кремний, вот кислород, вот кремний. Посмотрите, пожалуйста, вот минимальная точка, соответствующая кристаллическому радиусу к кислороду и кристаллическому радиусу кремния. А вот это вот ионный радиус кислорода. Видим, что кристаллический радиус существенно больше атомного. А это ионные радиусы кислорода. Мы видим, ну, оцененные по двум системам, поэтому называется и один, и два. Мы видим, что кристаллический радиус, он занимает какое-то промежуточное положение между его атомным значением и ионным значением. К одной и по другой системе. Важно, что чем более ионный характер носит наше взаимодействие, тем больше кристаллический радиус приближается к величине ионного значения. Чем более ковалентной является наша связь, чем меньше разница электроотрицательности между контактящими атомами, тем ближе наше значение к атомному радиусу. То есть у нас переменное какое-то значение зависит от того, какие атомы находятся в контакте. Смотрите, какая красота. Это сечение октаэдра в структуре натрия-хлора. Какой чудесный сферический симметрический натрий. Чудесный, вот он. Вот он. А это хлоры. Видим, что хлоры крупнее. Но, пардон, если мы аккуратно померим, мы видим, что здесь будет не 1,81 и 0,98, а примерно 1,2 и 1,6. 1,2 натрий. То есть натрий крупнее ионного радиуса в структуре, а хлор помельче. Немножко, но помельче. 1,17 и 1,64, если точно померить, вот это расстояние до минимума. Прекрасно. Так вот, если сравним акристаллические радиусы в оксидах и силикатах с ионными атомными радиусами, мы увидим, например, для магний О, для переклаза, столь любимого нами, ионный радиус магния 0,72, атомный 1,50. Значение радиуса магния в структуре переклаза 0,92. То есть мы, конечно, ближе к величине ионного радиуса, но крупнее. Кислород, ну, там 1,35, 1,4. Его ионный радиус там по разным системам оценивать. Вообще, с анеонами трудно общаться, у них значение значительно больше может меняться. Атомный 0,6, кристаллический в разных структурах, видите, большая дисперсия. 1,1, 1,3, ну, в среднем 1,2. Вопрос, и того, кто крупнее-то все-таки у нас по-настоящему в переклазе. Можно такую модель показывать школьникам? Ну, нельзя. Ну, кислород, ну, больше. Вот. Поэтому даже соображение экономической целесообразности. Я общался с разработчиками этого конструктора. Я говорю, ну, сделайте вы разноцветные просто шарики, ну, не гравируйте вы название химического элемента на них, потому что вы сами себе руки связываете. Вот. Ну, там какие-то коммерческие, политические силы вмешиваются, и мне говорят, да-да-да, конечно, конечно, вы правы, улыбаются, потом все делают по-своему. Вот. То есть в структуре переклаза магний меньше, чем кислород. Поэтому концепция описания структуры с позиции плотнейшей упаковки кислорода оправдана. Это видно непосредственно из Ореньеновского эксперимента. Вот. И что еще про размерные характеристики надо нам сказать? Это совсем грустная вещь, которая начала разрабатываться с последних лет 50. Называется концепция переменных радиусов. Дело в том, что сейчас накоплен достаточно большой, обширный экспериментальный материал, в том числе и по распределению электронной плотности, который позволяет сделать следующие выводы, что размер атома в данном валентном состоянии является функцией его атомного окружения. В кристалле и не может быть адекватно передано одной какой-то цифрой, которую мы любим писать в таблице. Ну, в общем-то, эта предпосылка не противоречит тем идеям, которые классики кристаллохимии озвучивали, когда выводили свои системы, и Гольшмидт и Поллинг рассматривали радиус атома в кристалле как некую эффективную величину, а некую константу. И с кем связано развитие этой концепции? Ну, известные ученые Бацанов, Поваринах и другие Поваринах. Он достаточно долго, продуктивно работал в области минералогии и кристаллографии в Киеве, хотя сам родом из Ленинграда. Ну, вот так далее. Значит, давайте посмотрим, что у нас происходит. Вот некий пример. Структура Боросиликата Донбурита. Интересная структура, хотя бы потому, что здесь есть так называемый гетерополиэдрический каркас из разных полиэдров, из кремно-кислородных тетраэдров, из борных тетраэдров в данном случае. Кальций находится в крупном окружении. Так вот, оказывается, что даже в одной структуре кислород по разным направлениям, в разных полиэдрах образуют разные размеры. И может менять свои размерные характеристики вплоть до неправильной совершенно большой величины 0,3 хангстрема. То есть в одном полиэдрах кислород такой, в другом полиэдрах кислород секует совершенно другого размера, в третьем он какой-то совсем другой. Вот это вот это даунс и сваупа. Кстати, здесь можно легко в этой структуре увидеть аддитивность значений несвязывающих радиусов бора и кислорода, которая будет как среднее арифметическое между несвязывающим радиусом кремния плюс несвязывающий радиус бора. Вот, посмотрите, в направлении связи бора кислород вот такой, 0,97, 1 хангстрем. В направлении СО 0,94 хангстрема. В направлении кальция он почти 1,2 хангстрема. Отвратительно, правда? Вот что делать-то вообще? Катионы тоже немножко дышат по размерам, но в целом, конечно, более стабильны, чем анионы. На этом основании кой можно сделать вывод? Атомы и иона в кристалле, особенно то, что касается анионов, в принципе, не могут быть сферичными, и их размеры не могут быть адекватны переданы с помощью одного значения. Очень много и интенсивно занимался этим вопросом распределения электронной плотности зарядовыми вещами, о которых мы сегодня еще поговорим, и размерными характеристиками ГИПС и его сотрудники. Такая достаточно активная работающая научная группа была на рубеже веков, которая поймала за хвост удачу тем, что они использовали комплексный подход. Они использовали экспериментальные методы, прецизионный анализ рентгеновских отражений, и бурно развивающийся в этот момент теоретический подход, а именно квантово-химическое моделирование. И сравнивали между собой и результаты экспериментальных, теоретических работ, и получили достаточно интересные результаты, особенно то, что касается размерных характеристик атомов. Ну, кстати, квантово-химические расчеты лет 20-25 назад были не такие, конечно, быстродействующие, как сейчас, поэтому часто приходилось ограничиваться не расчетом периодической структуры, это любой суперкомпьютер взорвется, если аккуратно считать волновые функции, а расчет неких изолированных кластеров. Это все эти вычислительные мощности были тогда еще недостаточно велики. Например, самый простейший. Я хочу смоделировать заряд кремния в СИО-4-тетраэдре. Чего я делаю? Ну, в простейшем случае, самого примитивного расчета, я должен сделать какую-то электронетральную молекулу. Я беру СИО-4-тетраэдр, он имеет заряд какой-то неправильный. Какой, кстати? 4 минус, да? Вот, я давно кислороды вешаю по протончику, и получается у меня кластер СИО-4-H4, электронетральный. Вот я его электронную структуру посмотрю, и в первом приближении в центре, в кремнии, что-то похожее на то, что наблюдается в силикате. Но я могу, конечно, раздвинуть, приклеить еще по 4 тетраэдра СИО-4, и на них уже завесить эти заглушки в виде протончиков, и считать уже более... И тогда центральный атом кремния будет более адекватно моделироваться. А если у меня неограниченный кредит на расчет на суперкомпьютере, то я, конечно, попытаюсь сделать периодическую структуру уже, ее считать, но у меня будет несколько дольше все реализовываться. Буду считать не неделю, а полгода, например, по состоянию 2000-й год. А через полгода у меня кончится финансирование, и скажешь, ну что ты посчитал? Я говорю, нет, нет, еще считается. Ну, раньше надо было считать, либо использовать не 32-ядерный процессор, а 64-ядерный, там посчитал бы за 6 месяцев, а не за 12. Ну, понятно, по каждой задаче надо основать расчет трудоемкости и с точки зрения точность вычисления. Поэтому квантово-химический расчет – это такое коромысло, когда несут два ведра. Одно ведро – это точность вычисления, другое ведро – это время расчета. Надо соблюсти некий разумный баланс, иначе вы либо будете считать геологическое время, либо будете считать настолько неточно, что ваши результаты не будут иметь никакого смысла. Вот. Ну вот некие результаты ихние. Здесь и точками квантово-механические расчеты. Это некий анализ электронной плотности в разных структурах, в том числе квадратиками белыми. Донбурид пока. Но видите, насколько меняется кристаллический радиус кислорода. Ну, отвратительно. В полтора раза он меняется, да? От 0,85 до 1,2-хангстрем. Кремний тоже, правда, не так сильно. Вот. Поэтому надо давать себе счет, что это некая эффективная величина, которая, в принципе, является различной для каждой кристаллической структуры. Вот. Ну вот один из людей, которым работал в этом направлении, О'Киев, тоже известный кристаллохимик, что в свое время он, когда повозился с этими радиусами, особенно для нитридов, там, и для оксидов, он сказал, что совершенно невозможно приписать иону, особенно отрицательному иону, некие специальные значения радиуса, особенно таким анионом, как О2- и Н3-, которые испытывают наиболее сильную дисперсию. Ну, от себя мы можем добавить вообще всем остальным ионам без исключения, особенно отрицательно заряженным. Вот. Ну и тогда, в общем-то, давайте подытожим. Что делать-то? Стоит ли сохранять вообще представление о радиусах, показывать вам эти таблицы? Вот. Если сейчас не вызывает сомнений, что размер атомов гетератомных соединений находится где-то между неопредельными случаями, между его атомным значением, который достижим в простых веществах, в металлах, либо в каких-то интеропеталлических соединениях, где нет переноса заряда, ну, почти нету, скажем так, либо под другим предельным недостижимым случаем полной ионизации. Понимаете, даже в литий-фтор, пускай даже цезий-фтор, где наибольшая разница электротрицательств, где, по идее, контакт цезия со своим бывшим электроном полностью отсутствует, это действительно почти полный плюс один, на самом деле не плюс один, а плюс там 0,98. Два процента времени цезий-фор электрончик валентный приходит посмотреть на ту бывшую орбиталь, где он жил, ранил скупую слезу, здесь я когда-то был, когда-то я родился, а теперь живу под 98% времени в неволе у фтора. Это предельный случай. В реальности наблюдается какое-то промежуточное значение, которое отражается и на размерных характеристиках. Но вот полный переход концепции, к счастью, преждевременен. Почему? Потому что иначе мы потеряем основную кристаллохимическую разменную монету, а именно возможность с помощью величин порядка сотни, порядка числа химических элементов анализировать, проводить сравнительный анализ и предсказывать многие тысячи и сотни тысяч межатомных расстояний. Естественно, это очень большой теоретический базис, который составляет основу кристаллохимии, и без него, конечно, нельзя. Но правила какие? В не требовать от системы радиусов точности, которые они не способны обеспечить по своей природе, и не вносить в них излишнего физического смысла, которого они лишены. Вот если это все время держать в голове, то все у вас будет хорошо. И кристаллохимический анализ с использованием любой из систем радиусов для вас не предоставит ни малейшего труда, надеюсь, через некоторое время. Поговорим про зарядовое состояние атома в кристаллическом состоянии. Подумаем, насколько оправданы эти надстрочные символы, которые нам часто навязывают, обозначают все-таки скорее валентность, а никак не реальное зарядовое состояние иона в кристалле. Так вот, раз у нас есть некий метод, а именно рентгеноструктурный анализ, который способен в принципе дать нам пространственное расположение электронной плотности в межъядерном пространстве во всем объеме элементарной ячейки, то имеет смысл поставить вопрос о том не только, каковы размеры и формы конкретных атомов, но и о том, какое количество электронов относится к каждому атому в конкретном кристалле. и это подталкивает нас на введение нового термина, который называется фиктивный заряд атома. Эффективный заряд атома это разность между числом электронов реально принадлежащим окрестностям атомов и числом электронов в нейтральном атоме. Например, у кремния сколько у него электронов? Быстрее, в глаза смотрите. Сколько электронов нейтрального атома кремния? Товарищи геохимики. Ну, 14. А вот, допустим, мы померили в кристалле СО2 в окрестности атома кремния, получили 12. Что это значит? У него эффективный заряд будет плюс 2. Понятно, да? Важное замечание, что рентгеноструктурное исследование является единственным прямым экспериментальным способом, способным непосредственно это померить. Но здесь есть одно очень опасное место. Я его покрасил цветным шрифтом. Что такое окрестность атома? Как определить место, где заканчивается один атом и начинается другой? Вспомним, например, карту натрий-хлор. Прекрасно. Прекрасно. Вспомнили, да? Двухмерную карту натрий-хлор. Там почти сферичные симметричные атомы, да? Мы чудесным образом рисуем один шарик, чудесным образом рисуем другой шарик. Эти шарики атмосферичные. Все здорово, интегрируем электронную плотность в одной сфере, электронную плотность в другой сфере, складываем, получаем не ноль. У нас, даже если у нас плотнейшая упаковка, допустим, да? У нас сколько процентов заполнено пространство? 74. А 26% чего? Отдадим врагу? Там что? Вакуум? Там тоже электронная плотность. Вопрос чья? Ничья? Так не бывает. Она изначально относилась к какому-то атому. Значит, задача в чем заключается? Сферическое приближение нам не годится. Мы должны разрезать пространство элементарной ячейки таким образом, чтобы не осталось ни чьей территории. А способов разрезания существует великое множество. И каждый способ считает, что он единственно непосторимый и единственно правильный. Поэтому нестрогость определения самого понятия эффективный заряд приводит к тому, что выделение величин атомных зарядов из результатов обработки рентгеново-структурного данного не имеет в принципе однозначной единственного верного решения. Это надо отдавать себе отчет. Поэтому часто прибегает другим косвенным, но менее трудоемким методам. Почему? Прецизионный рентгеновский эксперимент это тяжелая вещь в точке зрения ресурсов. Я уже сказал, но сейчас несколько попроще. Например, сейчас кристаллик как снимают? Его в гониометр суют, микро-гониометр, там четырехкружный его дифрактометр обработал, покрутил, заодно померил расстояние от центра до поверхности по всем направлениям. Уже ввел поправки, но опять-таки поправки они всегда относительные. В этом направлении там трещинка проходит, а в этом направлении трещинки нет. Совсем другие как бы получаются показатели. Ну, то есть проблемы есть. Так вот, рентгеновский эксперимент, что он позволяет сделать хороший? Как мы уже видели, восстановить характер распределения электронной плотности. Но электронная плотность бывает двух сортов. Вот то, что я вам показывал в первой части нашего занятия, это так называемая полная электронная плотность. Это мы померили каждой точке, синтезировали эти трехмерные карты, сделали их двухмерное изображение, потому что у нас бумажка двухмерная напечатанная. Была бы трехмерная бумажка, напечатали в трехмерном изображении. А вот есть еще так называемая деформационная электронная плотность. Что такое деформационная электронная плотность? Деформационная электронная плотность, сейчас скажу длинное ругательство в виде правильного определения, потом переведу на человеческий язык. Это разность между измеренной экспериментальной полной электронной плотностью и теоретической электронной плотностью прокристалла, где атомы закреплены в тех же позициях решетки, что и в экспериментально наблюдаемом кристалле. Что такое прокристалл? Про кристалл это мы взяли, зафиксировали позиции атомов экспериментальных, туда сунули нейтральные сферически-симметрические атомы соответствующими факторами рассеяния, не взаимодействующих. Но они колеблются так же, как атомы в реальной вашей структуре. То есть эллипсоиды тепловых колебаний и все прочее совпадают. Значит, какой физический смысл вот этой функции? Давайте подумаем. Это перераспределение электронной плотности относительно нейтральных атомов при образовании химической связи. То есть где-то электронная плотность накапливается, где-то электронная плотность становится меньше, чем суперпозиция атомных плотностей. И она позволяет этой функции визуализировать химическую связь, видеть связевые пики, видеть, откуда что перетекает. Важная особенность. Значит, если мы проинтегрируем по объему элементарной ячейки полную электронную плотность, мы получим какую величину? Равную числу электронов у всех ваших атомов. А если мы по объему элементарной ячейки проинтегрируем функцию деформационной электронной плотности, что мы получим? Правильно. Ноль. Просто ноль будет складываться из некоторых избыточных положительных и некоторых отрицательных областей. Поэтому карты распределения электронной плотности, особенно деформационной, это представляет собой очень что-то похожее на карту мира. Здесь моря с отрицательными глубинами, здесь горы с положительными глубинами. Давайте взглянем, как это выглядит. Вот тот же самый Каисид. Кстати, что такое Каисид, кто помнит? И почему он так называется? Меня хорошо слышно? Я китайцам читаю, они молчат в зуме, молчат, 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 потом задаю вопрос, они молчат, задаю еще вопрос, они молчат. Потом единственный вопрос, на который тут же отвечает, хорошо ли меня слышно? О, да, 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 хорошо слышно. Я говорю, что молчите? Мы думаем. Меня слышно хорошо. Так что такое Каисид? Модификация СИО, правильно, устойчивая в диапазоне давления от до, а, сдулся, да, от 80 до 230 километров, что, соответственно, примерно от 2 до 8 ГПА. Назван в честь американского химика Каиса, впервые синтезировавшего его в 1953 году. Последствия этой модификации была найдена в импактном кратере в Аризоне. В результате ударного метаморфизма кварцосодержащие породы испытали полиморфный переход. И он был найден, соответственно, в 60-х годах. При еще большем давлении переходит в СИО-2 стишовид, названный в честь Стишова, который синтезировал это уже в Советском Союзе тоже раньше, чем был найден. Его был успел опубликовать. Стишов в САЗе заканчивал нашу кафедру, наш факультет, нашу кафедру. Ныне здравствующий директор Института физики и высоких давлений Академии НАПРО. Так вот, смотрим. Распределение электронной плотности в полиморфной модификации кремнезиома, названной частью американского химика, устойчивого в диапазоне давлений от 2 до 8 ГПА. Кислород. Кремний. Кремний. Это гора. Видим, что это гора. И это гора. Гора высотой 1, 2, 3, 0, 4 электронно-кубический ангстер. Если бы это было бы какое-то ковалентное совсем соединение, например, алмаз, там связевый пик, он находился бы точно посередине между атомами углерода и имел бы значительно большую величину. Еще можно сделать вывод, что здесь не очень сильная ковалентная связь, но посмотрите, в этом сечении виден вот этот валентный угол и максимум электронной плотности по линии связи, причем сдвинуты в сторону более электроотрицательного кислорода. Видите, максимум-то находится не ровно посередине, а приближено к кислороду в полном соответствии с тем, что должно было быть. А если мы сечение электронной плотности нарисуем вот здесь, мы увидим еще два кремния. А, стоп, если вот здесь нарисуем. Мы увидим СП3-гибридизацию, что вокруг кремния четыре вот таких связей в пичках будут. Но немножко подразмазано. Значит, связь носит существенно ковалентный характер. Не так ярко выражено, как в чисто ковалентных структурах, но предполагать, что заряд на кремнии будет плюс четыре, по меньшей мере смешно. Кстати, методически штрих пунктира здесь обозначает обычно нулевую линию. То есть вот эта яма уже. То есть отсюда электроны уходят. Куда уходят? Вот сюда. То есть наличие максимумов по линии связи – это признак частично ковалентности химической связи. Но обратите внимание, высота горы 0,4 электронно-кубически ангстрема. А помните полную плотность там? Мы на 15 ангстремах срезали. То есть это настолько малая разница двух больших чисел, чтобы ее получить достоверно, нужно действительно проводить высококачественную рентгену. Эксперимент. Вот. Ну, соответственно, про методические проблемы я сказал, что проблема разделения межъядерного пространства, чтобы не получить ничью плотность, она остается до конца нерешенной. Хотя есть, конечно, сейчас современные методы, которые позволяют сделать вам достаточно точно такое разбиение. Немножко истории вопроса. Вильям Брэк. 26-й год. Смотрите. Уже через 14 лет после первых экспериментов он дошел до того, что давайте подумаем, как бы нам нарисовать карту электронной плотности и проинтегрировать ее, и посмотреть, какой заряд будет отнесен к каждому атому. Ну, впервые это было сделано Бериле. Берил знаем, надеюсь, что такое, да? Что? Бериле. А Берил? Ну, изумруд – это окрашенная разновидность, где частично в малых количествах входит ионный хромофор, который является хром-3+, позиция алюминий-3+, который находится в октайдре. Вот, кольцевого силиката с шестичленными кольцами, между собой кольца скреплены берилевыми тетраэдрами, поэтому можно сказать, что это каркасный берилосиликат. Вот, потому что кто умеет кремний-кислородный тетраэдр образовывать? Ну, в первую очередь, конечно, кремний, иногда алюминий, хотя он крупноватый, да? Вот, крупноватый, видите, он сильно крупнее кремния, он иногда… Он несчастный. Алюминий-то несчастный очень, на самом деле. Знаете, почему? Про то, что Гаф не несчастный я вам рассказывал, да? Почему алюминий несчастный? А он потому, что нет у него удобного места в плотнейшей упаковке из кислородов. Кремний вот так вот в тетраэдре живется, по всем параметрам. А алюминий влезает в октайдр, он там болтается, как погремушка. В тетраэдре ему тесно, у него нет места, где ему комфортно. Он находится на границе устойчивости тетраэдрической и октайдрической координации. Но его иногда кремний допускает в гости с образованием алюмосиликатов. А еще Берилий живет. Но Берилий, имея валентность плюс два, которая сильно отличает от плюс четыре, он никогда с кремнием в совместных построях, то есть изоморфно не меняет кремний в кремнии кислородных тетраэдр, а образует свои собственные. Но в тетраэдре и в сочетании с кремнием в тетраэдре в Берилии получается такой ажурный трехмерный каркас. Из него можно сделать изумруд, если алюминиевые октайдры немножко поменять на хромные. Так вот, первая структура, где был поставлен вопрос о распределении валентной плотности, и Брек смог оценить заряды. Он сказал, что в области кремния находится 12,5 электрон, то есть плюс полтора он оценил заряд на кремнии. Не плюс 4, как мы привыкли считать и писать, да, когда баланс зарядов... А плюс полтора всего лишь навсегда оказался эффективный заряд. У алюминия 1,6, АО минус 1. Но это, конечно, работа является чисто сейчас такой исторический интерес, потому что сейчас, конечно, техника рентгеново-структурного анализа ушла далеко вперед, но, тем не менее, гениальность великого ученого Брега привела к тому, что даже на очень низком методическом уровне, доступном в 20-е годы прошлого века, он получил значения зарядов очень реалистичные, которые потом люди получали неоднократно, ну, с немножко другой точностью и так далее. Главный вопрос. Этот слайд привожу для тех, кто хочет поподробнее углубиться в эту проблему. Лидером в российской кристаллохимии по изучению электронной плотности был, ну, и сейчас является господин Циррелисон. Денис, здравствуйте. У него есть достаточно хороший обзор. В сборнике электронной кристаллохимии стостраничный, даже больше обзор про проблематику, связанную с эффективными зарядами атомов в кристалле, способа определения из рентгеново-структурного анализа. Поэтому, кто хочет познакомиться, пожалуйста, ссылочку я даю. Но вот проблема разделить пространство возникает. Сейчас самый обоснованный метод – это так называемый метод Бейдера. Ну, очень попытаюсь на уровне детского сада на пальцах рассказать. Функция распределения электронной плотности, если ее проанализировать, топологию этой функции имеют, например, некоторые критические точки, например, где точка перегиба, либо где производная первая или вторая обращается в ноль. Эти точки можно пометить, и по ним предлагается разделять пространство. Естественно, это будет не сферическое пространство, а какое-то вот такое хитро нарубленное. Но по ним, по этим критическим точкам, предлагалось разделять ответственности каждого атома. И таким образом получаем разбиение без перекрытия и без зазоров, позволяющие оценить реальную... И дальше интегрируется в нем электронная плотность. Ну, опять-таки, желающий посмотреть на первоисточник. Вот Journal of American Chemical Society, пожалуйста, 79-й год. Теория этого метода изложена там достаточно подробно, там на некотором количестве страниц. Ну, вот критические точки. Есть еще способ, например, Хиршвильда более простой, где так называемая методика Stockholder Recipe, рецепт держателя акции, как оплотность перекрывания делится пропорционально распределению электронов свободных атомов. У кого сколько электронов, то столько как бы акций получает для разделения. Ну, там тоже есть свои хитрости. Theoretical Chemical Act, журнал, можете тоже почитать, 77-й год. Ну, вот некоторые эффективные значения. Вот кварц, 1,22 электрона на кремнии живет. Вот, согласитесь, что не очень похоже на плюс 4, да? Вот. Минус 0,61 на кислороде, соответственно. Биролинит. Биролинит – это изоструктурный аналог кварца, где позиция кремния расщепляется на две. В одну садится трехвалентный алюминий, а в другую садится пятивалентный фосфор. Суммарно получается как бы как два четырехвалентных кремния. Ну, естественно, упорядоченно они располагаются. И здесь 1,4 на алюминии, 0,6 те же на кислороде со знаком минус. Посмотрите, фосфор – пятивалентный эффективный заряд плюс 1. Ну, это понятно, почему. Если возьмем значение электротрицательности, фосфор – достаточно электротрицательный элемент, и разница электротрицательности между ним и кислородом такова, что ожидать заряд плюс 5, ну, смешно. Такого не будет никогда. Кстати, очень интересно, загадка. В кварце мы решили, да, заряд кремния плюс 1,2. Теперь возьмем какой-нибудь форстерит. Это что такое, кстати? Да, формулу забыл, какая? Магния 2,4, да, чисто магнезиальный. Как вы считаете, заряд кремния там будет плюс 1,2 или побольше, или поменьше? Поменьше, потому что магния предоставляет электрон кислорода, и утромин забирает меньше у кремния. Совершенно верно. То есть кислород – это типичный такой голодный волк по лесу ходит, который единственная задача – покушать. Покушать он может только как бы электроны у катионов. Вот в кварце деваться некуда, надо сжрать кремний. Другой добычи нет. А кремний так не самый, что есть электроположительный элемент на свете. А когда есть выбор там типа ягненок магния, либо кремний, который с дубиной будет сопротивляться, проще сначала магния отожрать. Поэтому насыщение электронами кислорода за счет более электроположительного элемента приводит к тому, что эффективный заряд кремния в силикатах, особенно в щелочных силикатах, он будет меньше, чем в кварце. Это называется галорийное влияние связи. Чем более ионная связь АХ с эпочной связью АХ-Б, но B здесь у нас как бы кремний, Х кислорода, а А в данном случае магний, тем более ковалентной становится вторая связь. И становится понятно, почему наименьшими значениями эффективного заряда характеризуется силикат щелочных металлов. Например, тот же альбит, натриевый плодиокласс. Ну, потому что натрия электроотрицательность маленькая. Вот, кстати, большой обзор был сделан в свое время госпожой Белоконевой. Знаете, кто это такая? Нет? Киподомолинца. Здесь? Здесь, да. Это самый высококонстантированный сотрудник геологического факультета. Соответственно, и большим фактором индексом Хирша, как это называется сейчас, да? В том числе и из-за этого обзора. Потому что журнал «Успехи химии» он такой высокоцитирует. Очень уважаемая сотрудница, работает тоже на нашей кафедре. И кто доживет до третьего курса, с ней познакомится. Поближе. Ну, вот там, соответственно, вот разброс заряда кислорода в силикат какой-то такой. Кремния, вот, плюс 1,1, да, плюс 1,8 может доходить. Ну, вот, что я хочу еще сказать. Во-первых, нельзя эти цифры воспринимать как абсолютно точные. Это понятно. Хотя бы из самих способов получения. В качестве сравнительного анализа, да, конечно, можно. Но в качестве с тем, чтобы потом пойти спорить, сказать, что я вот получил 1,22, да еще там третий знак против запятой приписать, который вообще лишен физического смысла, конечно же, этого делать не надо. И, ну, это немножко все-таки, чтобы удовлетворить свое любопытство, получить только конечную величину заряда, проводить дорогостоящий эксперимент, все равно же стрелять из пушки по воробьям. Поэтому часто прибегают к косвенным экспериментальным и теоретическим методам, которые позволяют, не так нагружая дорогостоящую аппаратуру, примерно с той же точностью определить величины эффективных зарядов. Ну, естественно, теоретические альтернативы. Сейчас, благодаря бурному развитию суперкомпьютерных технологий, появляется реальная возможность в ряде случаев рентгеновский эксперимент по анализу и распределению электронной плотности изменить математическим экспериментам по вычислению той же величины, исходя из квантово-химических расчетов. Это можно делать, осторожно, но можно. Это позволительно, тем более в Московском университете есть суперкомпьютер Ломоносов, который редко работает. Ломоносов-2, который работает чаще, но тоже часто ломается. Если вы идете мимо второго гуманитарного корпуса, вот, знаете, второй гуманитарного корпуса, в городе Метро Университет, сбоку второго гумана, вы видите, там огромные такие вращающиеся вентиляторы. Это система охлаждения кластера суперкомпьютера Ломоносов. Зимой хорошо, летом бывают проблемы. Ну, так вот, много разных способов есть. Мы тоже немножко работали в этом направлении, поэтому хочу предупредить, что результаты квантово-химических расчетов глупо связывать, сравнивать напрямую с зарядами, полученные из рентгена. Разные методы будут приводить к разным оценкам. Кто из них более реалистичен, трудно говорить. И теоретические подходы тоже имеют свои некие ограничения, поэтому часто прибегают к косвенным методам. Косвенные методы – это зарядово-чувствительный метод, то есть мы мерим какую-то физическую характеристику, которая так или иначе связана с величинами зарядов на ядрах. Хорошо бы, если линейная. Это вообще шикардос получается. Но их очень много. Какие физические свойства связаны с величинами зарядов? Например, ЭК-спектр поглощения. Безусловно, какие-то звиди определенных линий будут чувствительны к зарядам. Делектрически постоянные. Ширина запрещенной зоны, если у веществ обладающих проводниковыми свойствами. Тепло от сублимации тоже зависит. Изомерные звиди мисбаровских спектров. Можно я чуть подробнее про это поговорю? Изомерные звиди мисбаровских спектров. Вот типичный мисбаровский спектр. Почему называется спектроскопия мисбаровская? Потому что Гермис Бауэр придумал немецкий физик в конце 50-х годов. Ничего странного не находите? Обычный спектр, с пики они проявляются наверх, а здесь пики проявляются вниз. В чем здесь дело? Дело в том, что это ядерный гамма-резонанс. Он работает как? Гамма-излучение. Это более жесткое электромагнитное излучение, даже чем рентген. Если рентгеновские лучи рассеиваются на чем? На электронной оболочке? То есть на самом деле мы электроны ощущаем. То гамма-кванты, они такой мелочи, как электроны, не размениваются. Ими ядро подавай. И что происходит, когда гамма-квант летит и попадает в ядро? Ядро говорит ой! Она переходит на возбужденный уровень, но ядра не любят долго жить на возбужденном уровне. И потом через некоторое время они гамма-квант выплевывают, и он улетает куда подальше. Здесь самое интересное. Сейчас мы проведем ролевую игру. Есть вероятность такого эффекта резонансного поглощения, и спускания гамма-квантов. То есть если мы на образец, который меряем, направим пучок гамма-квантов, то там, естественно, за ним поставим детектор, и, допустим, 90% гамма-квантов пролетело и зафиксировалось детектор. А 10% поглотилось, потом резонансно и спустилось. Поэтому если они не попали на образец, то они улетели куда-то в другую сторону. А ядро забывает, откуда прилетела гамма-квант и выплевывает его куда попало. Вот слово куда попало, сейчас нам надо сказать на наукоподобное. Объявляется кастинг на лучший синоним слова куда попало, чтобы было красиво и звучало наукоподобное. Потом я скажу правильный ответ. Как? Хаотично. Раз. Еще есть вариант? Неизвестный, правильно, плохо. Слово неизвестный, это неопределенность, это не очень. А? Какое? А, еще есть варианты? Мой вариант лучше все равно. Ну, в коем-нибудь? Какой-нибудь? Ну, опять-таки, какой-нибудь, не знаю, чего, хаотично. Ром, что-нибудь скажешь? Не скажешь. Ладно, я скажу красиво. 4 пи-геометрии. Правда, Крабисов? Советую взять на вооружение. Куда попало, означает в 4 пи-геометрии. Это значит, что у нас по сфере, любую сферическую координату мы улетаем, которую не знаем сразу. Так вот, естественно, если произошел эффект резонансного полощения и спускания, у нас будет, наоборот, яма. И у меня с Бауэрси-спектор выглядит следующим образом. Вот здесь, ой, дуплет нарисовался. Причем, видите, с величиной эффекта 4%. Это серьезная такая штука. Отличный метод. Почему? Для определения зарядов. Есть вот это, например, некие металлическое, ну, в данном случае, либо железо, либо олово, которое является эталоном, где априори нулевой заряд. А вот центр масс вот этих пиков, он смещен. Эта величина эффекта называется изомерный сдвиг, и оно, поскольку очень чувствительный метод, позволяет вам определить, где заряд положительный, где отрицательный, насколько больше, в каком веществе заряд на точке измерения больше. Вот. А вот эта величина называется квадропольное расщепление. Это расщепление вот между двумя составляющими этого спектра, и оно позволяет вам определить координацию в первой координационной сфере. То есть, например, если у вас есть железо, вы можете сказать, ого, здесь железо находится в тетраэдре. Вот. А здесь железо находится в пятивершиннике, а здесь железо находится в октайдре. А характерные величины позволяют легко отличить двухвалентное железо от трехвалентного. А вот здесь я вижу, что у меня вот здесь есть одна фаза. Это вот такой октайдр, а такая-то фаза живет в немножко другом октайдре, который немножко другими характеристиками обладает. То есть, отличный метод, имеется тысяча достоинств и два недостатка. Недостатки заключаются в том, что, во-первых, источники радиоактивные. А радиоактивность подозревает период полураспада. Что это значит? Это значит, что если вы купили, потратив все свои грантовские деньги, источник из Бауровского излучения и сняли образец за день, то через полгода вы будете снимать его два дня, а еще через полгода четыре дня, а еще через полгода восемь дней, а потом надо будет выкидывать, потому что источник уже у вас выработался, и искать следующие деньги на следующий источник. Это первый недостаток. Связанная с ним сложность, соответственно, Росатомнадзор, хранение, перевозка и так далее. Например, в Московской университете на физическом факультете был источник такой организирующего гамма-излучения. Перед чемпионатом мира по футболу заставили сдать специальное хранилище, где он пролежал полтора года, пока не иссяк, и, соответственно, работа была парализована полтора года. Ну, понятно, в футбол приезжают болельщики из Конго, да? А тут вы свой источник гамма-излучения вдруг принесете на футбольный матч, и там все позаражаются. Не дай бог. Ну и все. А второе, самая главная неприятность в том, что эффективный этот метод можно использовать только для некоторого количества ядер. И по существу используются только два ядра, на котором этот эффект виден хорошо. Это ядро железа, это уже хорошо. Железо входит в восьмерку самых распространенных элементов земной коры. И ядро олова, которое менее распространено, но тем не менее оловянные источники тоже есть. Вот. Ну, таким образом, вот неполный спектр методов, которые могут вам дать информацию о величинах зарядов атомов в кристалле, он может быть изложен только очень брифливым здесь, да? Изложить подробно совершенно нет никакой возможности. Вот. И более того, совершенно некорректно оценивать, сравнивать между собой заряды, которые получены различными способами. Допустим, один из них средственного рентгена, второй из квантово-химического расчёта неизвестного качества, а третий из, допустим, теплоты сублимации, выдали личные атомные заряды, начали сравнивать. Не очень есть ГУД это, не АИС. Вот. Ну, вот, например, смотрите, вот цинк-С, фуллерид, небезызвестный вам, да? Вот разные методы приводят различным зарядам на цинке, да? Вот. Инфракрасный спектр поглощения, диэлектрические свойства, пьезоэлектрические константы, спектр ФПР. Большой диапазон. И в целом, вот видите, как бы у середини мы получим прям похожие цифры, что на серий, что на цинке, как бы, что хорошо, да? Что приводит к электронейтральной формуле. Можно сделать вывод, что, конечно, на цинке там никакая не двойка, а на серий никакая не минус двойка, а где-то там плюс 0,6, минус 0,7. Вот. Ну вот то, что я хотел вам сегодня рассказать, надеюсь, не сильно загрузил и сделаю только анонс следующего раза, чем будем заниматься после того, как поработать на следующей неделе со структурами. У нас останется в этом семестре до предварительной порки 4 лекционных занятия, которым посвятим структурным особенностям различного типа химического связывания. И начнем мы с ионной связи и ее структурными особенностями. Дальше мы разберем, какие еще виды химической связи вы знаете, которые представляют для нас интерес. Ковалентная. Ковалентная. Ну, это мы разберем. Металлическая, вандервальцевая и водородная. Вот наш план на оставшиеся весенние семестры. А чем будем заниматься осенью, я вам пока не расскажу. Буду держать в секрете. Все. Спасибо за внимание.